Итак, теперь перейдем к нашему самому важному моменту, моменту зачатия, потому что когда есть зачатие, можем ли мы говорить о беременности, как мы можем определить, что произошло в зачатии, и это очень важно знать. Значит, зачатие происходит в самой широкой части маточной трубы, мы ее называем ампулярная часть, и, собственно говоря, здесь встречаются сперматозоиды с яйцеклеткой, и здесь происходит зачатие. Для зачатия недостаточно одного сперматозоида, хотя только один счастливчик-живчик проникает в яйцеклетку, потому что на самом деле оболочка яйцеклетки очень толстая, и для того, чтобы проникнуть, она должна быть немножечко расщеплена, то есть как бы разрушена. И именно вот эти миллионы других собратьев сперматозоидов принимают участие в том, что во время своей гибели, во время атаки яйцеклетки, они выделяют специальные энзимы или ферменты, которые расщепляют частично эту оболочку и позволяют самому смелому, самому прочному, самому хорошему, о качестве которых, к сожалению, мы так и не знаем, и не знаем, почему именно этот сперматозоид войти в яйцеклетку. То есть получается, что это не просто слияние двух клеток, это вхождение сперматозоида в яйцеклетку. И так происходит зачатие. И первое деление яйцеклетки начинается приблизительно через 30 часов, то есть оплотворенной яйцеклетки. И оно должно быть очень симметрично, потому что если деление пройдет несимметрично, получится некачественный эмбрион, некачественное плодное яйцо. И такая беременность не состоится, как беременность, то есть даже не будет задержки менструации. Так вот, первые дни плодное яйцо начинает двигаться по маточным трубам. Что вынуждает двигаться плодное яйцо по маточным трубам? Во-первых, вот эти сокращения маточных труб, как перистальтика, которые начинают направлять плодное яйцо в маточную трубу. Поэтому если трубы здоровы, то продвижение в течение 4 дней по маточным трубам происходит правильно. Если есть какие-то проблемы с трубами, или же плодное яйцо дефектное, то, конечно же, оно может застрять в маточных трубах, и так возникнет нематочная беременность, к сожалению. И клетки, которые возникают при делении плодотворенной яйцеклетки, вот это первое деление через 30 часов, это областомеры, а сам эмбрион в таком состоянии называется зиготой. Поэтому вы можете найти много определений, и даже в публикациях немножко запутаться. Мы чаще всего используем слово эмбрион, как характеризуя общее понятие плодного яйца. То есть даже когда мы говорим, что мы переносим эмбрионы во время ЭКО, это на самом деле не совсем так, но условно мы называем это эмбрионом, потому что, чтобы не было путаницы, что это уже готовый продукт, это оплотворенная яйцеклетка. Когда число клеток доходит до 16, то есть уже произошло несколько делений на 16 клеток, то это плодное яйцо начинает увеличиваться в размере, потому что до этого времени оно не очень увеличивается в размере, оно просто делится. И, как мы говорим, происходит дифференциация, то есть уже определяются какие-то части этого плодного яйца, которые пойдут на построение того же хориона, в дальнейшем плаценты, на оболочке, на сам эмбрион. И когда, например, спрашивают о пустом плодном яйце, что есть осложнение, беремся, о чем мы поговорим в других видеоуроках, то, собственно говоря, пустое плодное яйцо означает, что та часть клеток, из которых должен был развиться эмбрион, а ее нет, то есть что-то прошло не так. То есть чаще всего это проблема как раз в делении этих клеток. На этапе деления клеток, когда больше 16 этих клеточек, плодное яйцо входит в матку, полость матки, и мы называем это состоянием морлой. И как раз в состоянии морлой происходит имплантация. Самое интересное, что около двух соток плодное яйцо не прикрепляется к стенке матки, то есть не прикрепляется. Оно на самом деле, как бы в невесомости, идут переговоры с организмом матери. Примешь меня или не примешь меня? И не всегда женский организм отвечает благоприятно. Поэтому около 50% первых беременностей прерывается не потому, что, скажем, что-то плохо с плодным яйцом, а потому что женский организм ответил очень агрессивной реакцией и отказал нормальной плотации плодного яйца. К сожалению, это случается. И деление продолжается, и вот внутри морлы появляется такая жидкость, уже мы видим пузырек такой, что фактически мы начинаем называть бластоцистом. А бластоцист содержит вот эти примитивные ворсины хориона, из которого потом в дальнейшем развивается вот этот трофобласт и плацента. И вот как раз вот эти ворсины хориона начинают вырабатывать гормон, который мы называем хоринический гонотропин человека. И этот гормон, особенно у бета, то есть есть две части этого гормона, альфа и бета, и как раз бета хогичи характерен для беременности. Именно по уровню хогичи мы можем знать, что наступила беременность и начался процесс имплантации. То есть как только эмбрион начинает процесс имплантации, у него появляется уже тесный контакт со стенкой матки, с организмом женщин. И поэтому в организме женщины у кровотоки появляются гормоны беременности, хогичи, что очень важно.